Итак, на примере вот этих двух велосипедов мы покажем вам основные нюансы, на которые стоит обращать внимание при выборе вашего двухколесного друга. Итак, первое это колеса. Колеса, пожалуй, это самая главная часть велосипеда, которая к тому же подвержена очень сильно износу и всяческим проблемам и деформациям. Вот здесь мы видим колеса с дисковыми тормозами, здесь с вибрейтами. Первое, на что нужно обратить, это, естественно, их износ. Здесь вы вряд ли сможете увидеть износ именно самого обода, а вот на этом экспонате очень легко это узнать, просто-напросто по наличию вот этой канавки в середине. Это специальная канавка, которая указывает на то, насколько изношен обод. Если она четкая, значит обод еще в хорошем состоянии. Если она стерта, значит ободу уже конец. Скорее всего, вам просто придется поменять обода, это как минимум. А возможно, даже и втулки. Здесь же вы можете проверить втулку. Для того, чтобы узнать, насколько хорошее состояние у втулок, вам нужно просто покрутить колесо и посмотреть, есть ли шумы подозрительные посторонние, есть ли люфты, просто покачать колесо из стороны в сторону. Если есть люфт, это значит, что там уже съедены подшипники, либо конуса. Это влечет к замене либо отдельной запчасти, либо всей втулки. Поэтому будьте внимательны. Также смотрите на обод. Если обод кривой, вы можете посмотреть, даже на глаз визуально, если он кривой, это значит, что велосипед подвергался каким-то падениям, ударам и тому подобному. Дальше идет, пожалуй, один из самых главных элементов велосипеда, это его рама. Рама не так подвержена износу, но, тем не менее, есть свои нюансы. Обращайте внимание на вмятины, на крупные дефекты, такие как трещины. Также можно попробовать посмотреть на раму и даже проехаться на велосипеде и понять, если его ведет в сторону, значит, рама была битая и изменилась геометрия. Такой велосипед лучше не покупать. Дальше у нас идет вилка. Если вилка с амортизатором, а, скорее всего, вы выберете именно такой вариант, то, во-первых, вам нужно обратить внешне на ее состояние, особенно ноги. Если вот здесь покрытие стертое, значит, вилке конец. Если она плохо работает, то есть, плохо отскакивает, либо плохо заходит, либо есть ощутимое трение, значит, что-то тут не так. Еще один момент. Попробуйте зажать передний тормоз и просто покачать вилку вот так вот на месте. Если есть люфт вот здесь вот, значит, вилке конец. Учитывайте это и можете смело отказываться от велосипеда. Дальше стоит обратить внимание на тормоза. Если тормоза сильно изношены, это значит, что велосипед прошел не одну тысячу километров и, скорее всего, в нем будет много проблем. Поэтому, в первую очередь, смотрите на диски. Если это дисковые тормоза, на них будут очевидные канавки. Вот этот диск фактически новый, на нем вообще нет никаких канавок. А вот задний диск этого же велосипеда, мы видим, имеет вот такую вот уже затертость. То есть, он уже протертый. Здесь небольшой износ, но в некоторых случаях это может быть очень серьезно, когда диск уже меньше двух миллиметров в толщину. Это значит, что ему конец, и его нужно менять однозначно. А это тоже деньги. Также, естественно, нужно обратить внимание на сам тормоз. То есть, машинка и ручка. Если вы нажмете ручку, вы можете почувствовать, что она, например, очень мягкая. Если она очень мягкая, то, скорее всего, либо тормоз не прокачан в случае гидравлики, либо идет утечка. Если вы крутнете колесо и затормозите, не должно быть никакого скрипа, шума и тому подобного. Иначе это свидетельствует о том, что колодки были подвержены к какому-то воздействию. Если же вибрейки, я показывал, это значит, что будет износ обода, либо износ колодок. Там это очень хорошо видно. Также попробуйте ручки на наличие люфтов. Если люфтов нет, это хорошо. Если есть люфты, значит, ручки, скорее всего, придется менять, причем в скором времени. Дальше идет трансмиссия. Естественно, если трансмиссия в плохом состоянии, это не ведет ни к чему хорошему. А, скорее всего, это ведет к серьезным затратам финансовым по поводу замены. Проверяем монетки. Надо, чтобы они работали четко. Чтобы переключалось все естественно четко. В идеале вам лучше прокатиться на велосипеде, и тогда вы точно поймете, что это все переключается хорошо. Но это только вершина айсберга. Даже если все переключается хорошо, это не значит, что там все хорошо, и вам не придется заменить. Посмотрим внимательно. Первое, на что нужно обратиться, это задние звезды. Если они изношены, это значит, что вся трансмиссия изношена. И вам придется заменить не только задние звезды, вот эту кассету. В общем-то, она тоже стоит денег, но не таких больших. Вам придется заменить кассету, цепь, ролики на заднем переключателе, а еще, возможно, передние звезды большие. Если они у вас съемные, это хорошо. А если они не съемные, то вам придется заменить полностью всю систему шатунов. Как определить изношенность трансмиссии? Смотрим на задние звезды. Если здесь зубцы имеют прямоугольные головки, значит, они еще в хорошем состоянии. Если они острые, значит, трансмиссии конец, и вы попадете на большую сумму денег. Дальше идет задний переключатель. В общем-то, его проверить будет сложно, но просто покачайте его. Если есть люфты, особенно вот здесь вот, вот на этих местах стыка, если вы видите, что люфтит, ну, это значит, задний переключатель придется поменять. Если нет, ну, в принципе, задний переключатель, значит, в хорошем состоянии, и все в порядке. Впереди тоже стоит посмотреть на каретку. Если каретка люфтит, просто покачайте шатун. Это значит, каретке конец, ее придется поменять. Если не люфтит, ну, значит, все в порядке. Также можно попробовать снять цепь и просто крутнуть шатун. Вы тогда можете услышать подозрительный шум Это тоже может Свидетельствовать о том, что каретке Скоро придет конец Ну и обязательно посмотрите на покрышки Если они стертые И протектор с трудом просматривается Значит им осталось Недолго жить В общем-то вот такие небольшие нюансы Которые стоит учитывать При выборе велосипеда Подержанного Но проще всего просто сесть на него Прокатиться, если вам конечно разрешают Это сделать И тогда вы поймете, насколько этот велосипед хорош И помните Не выбирайте самые дешевые велосипеды Как правило это Просто мусор Лучше возьмите что-то нормальное Но будьте в нем уверены Всем спасибо за внимание Кому понравилось ставим лайк Кому не понравилось тоже ставим лайк И подписываемся на канал Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok